Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы рассмотрим содержание 15 главы книги Деяния. В целом, эта глава посвящена описанию очень важного события в жизни первохристианской церкви. Это первый апостольский собор. То есть, то событие, когда апостолы собрались вместе для решения очень важных вопросов христианской жизни и для очень важных вопросов в осмыслении христианской веры, христианского откровения. От этого собора остался документ определения этого собора, которая также, как переписанный документ, вошла в книгу Деяний. В 15 главе с 1 по 5 стих описываются обстоятельства созыва этого первого апостольского собора, который, если привязать каким-то образом это к хронологии, произошел приблизительно либо в 49, либо в 50, либо в 51 году первого века. В Антиохии возник спор, который подняли христиане из иудеев, можно сказать, бывшие по вере иудеи. Они учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Вот, в общем-то, это резюме проповеди этих людей, оно стало поводом к созыву первого апостольского собора. Мы с вами должны попытаться понять психологию этих людей. Эти люди, они с детства были воспитаны в истинной вере. В откровении Ветхого Завета они с детства изучали Священное Писание, воспитывались в благочестивых обычаях еврейского народа. Они стали христианами, приняли Новый Завет, но та культура, в которой ты был воспитан, она же не учила тебя плохому. И понятно, что иудеи и апостолы, даже здесь были не исключение, продолжали соблюдать те или иные религиозные традиции, которые они усвоили во время своей, ну скажем так, прошлой жизни. Традиции, основанные в том числе и на Священном Писании. Но к этому моменту в христианскую церковь вошло большое число язычников, ну уже бывших язычников, которые стали христианами. И христиане из аудеев, они стали говорить, ну вы тоже должны соблюдать все то, что мы соблюдали. То есть те или иные установления Ветхого Завета и Закона Моисееведа, обрезания или положения о так называемом кашруте, о кошерной и некошерной, чистой и нечистой, пищи и так далее. И вот, если и вопрос о законе Моисеевом, в общем-то, не мог еще создать той остроты ситуации, которая была бы достаточна для засыва Первого Собора, вот, тем не менее, эти споры стали серьезными, когда появилось именно это утверждение. Если не обрежетесь, не можете спастись. То есть, оказывается, христианам из язычников помимо Таинства Крещения необходимо было еще и совершить обрезание согласно Завету, который заключил Господь с Авраамом, да, и согласно постановлением Закона Моисеева. Как быть? Почему это утверждение было настолько опасным? Здесь мы должны с вами вспомнить, а что же такое Таинство Крещения? И почему оно спасительное для человека? В Таинстве Крещения человек, погружаясь в воды, умирает или погребается по образу смерти погребения Спасителя. Когда он выходит из воды, это символ его воскресения со Христом. Таким образом, в Крещении происходит подражание или символическое переживание смерти воскресения Христа, как бы участие в спасительном подвиге. А именно потому, что Господь спас нас своими страданиями, смертью и воскресением, искупил нас от греха, сообщил нам вечную жизнь. Именно поэтому Крещение, совершаемое во образ вот этих спасительных действий Христа, оно нас возрождает и соединяет со Христом, и сообщает нам новую жизнь и спасение. Теперь давайте сопоставим это с тем, что утверждали вот эти, скажем, христиане из Иудеев. Мы видим, что если, получив Крещение, для спасения нужно еще и принять обрезание, и, следовательно, Крещение без обрезания не спасает, то речь здесь идет не просто о, скажем так, принижении значения Таинства Крещения, но поскольку Таинство Крещения связано именно с искупительными действиями Христа, с искупительным подвигом, получается, что и искупление, которое принес Христос, его смерть и воскресение, ничего не значит без ветхозаветного обрезания. Поэтому понятно, что это утверждение, оно било в самую сердцевину христианства, которое как раз основано на универсальности, да, и абсолютной удовлетворительности, да, того, что совершил Христос. И если бы этот вопрос не был разобран, то, повторяя цитату одного исследователя, христианство бы стало просто реформированной формой иудейства, где было бы учение о Спасителе, о Мессии, но суть ветхозаветная осталась бы, и, в общем-то, ничего нового, ни о каком новом завете и не могло идти и речи. И вот в 15 главе, в стихах 6 по 21, описывается ход апостольского собора. И вот на этом апостольском соборе последовательно друг за другом держат речь несколько апостолов. Начинает апостол Петр, продолжает апостол Павел и Варнава и завершает апостол Иаков. Интересно то, что именно выступление на апостольском соборе или речь апостола Иакова, брата Господня, она будет положена в основу определения, которое будет записано, сформулировано в этом соборе, и которое в виде письма будет отослана сначала в Антиохию, а потом и всем остальным христианским общинам. О чем упоминает апостол Петр в своей речи? Он упоминает о том, чтобы именно ему первому Господь сподобил крестить язычников. Потому что Господь очистил верой сердца наши и их, не положив между нами, то есть иудеями и язычниками, никакого различия. Поэтому зачем вы ныне, обращается апостол Петр к иудеевствующим христианам, желаете возложить на вы учеников иго, то есть иго ветхозаветного закона, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. То есть на самом деле никто не мог этот закон исполнить. Поэтому мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа, это говорит апостол Петр, спасаемся, как и они. То есть спасение не делами закона, но благодатью. Об этом напоминает вновь и вновь святой апостол Петр. Закон не имеет возрождающей силы. Да, он может показать, где добро, где зло, но дает спасение, возрождает только Христос и благодать, которую он принес. Затем, в общем-то, без прямой речи, без подробного пересказа, говорится о том, что речь держат Варнава и Саввел и рассказывают, как они проповедовали среди язычников. И вот что говорит апостол Иаков? Мы видим, что сама речь апостола Иакова строится таким образом, что он как будто бы подводит итог всему сказанному прежде. «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Это очень важное утверждение апостола Иакова. Ведь в свое время еврейский народ был составлен, даже не избран, а именно создан Богом из потомков Авраама для того, чтобы хранить истинную веру. А теперь, оказывается, народ Божий составляется и из язычников. То есть, действительно, нет теперь никакого различия между Эленом и Иудеем. И с этим согласны слова пророков, и в подтверждение этого апостол Иаков ссылается на пророчество Амоса, 9 глава стихи 11-12. «Обращусь, и воздам, и воссоздам падшую Давидову скинию, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа, прочие человеки и все народы». Порок Амос предсказывает об обращении к Богу всех людей, а не только одного, избранного народа. «Ведомы Богу от вечности все дела его». И в 15 главе, в стихах с 22 по 29, излагается уже непосредственно документ и определение апостольского собора. Я постараюсь зачитать его целиком, это очень важно. «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимися в Антиохии, Сирии и Килики, братьям из язычников радоваться». Это именно письмо, и надо сказать, что написано по всем канонам античного письма. Если мы сейчас обращаемся к кому-то в письме, мы, например, пишем «уважаемый Иван Иванович», то есть сначала называем нашего адресата. А согласно форме античного письма сначала назывался тот, кто пишет письмо, а потом содержалось обращение к тому, кому пишется письмо. Так и здесь апостолы, пресвитеры и братья, то есть которые в Иерусалиме пишут, находящимся в Антиохии, Сирии и Килики, братьям из язычников радоваться. «Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, закон Моисеев, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнаву и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа». И вот суть. «Итак мы послали Иуду и силу, которые изнесят вам все то, что то же самое словесно, ибо угодно Духу Святому и нам». То есть это не просто их мнение, а апостольский собор во время вот этих рассуждений он как бы получает откровение от самого Духа Святого, излагает не только мнение самих апостолов, а и именно мнение, если так позволено сказать, Духа Святого, это признак любого истинного собора. «Итак, не возлагать на вас, то есть на бывших язычников, никакого бремени». То есть тем самым постулируется, что исполнение обрядовых постановлений закона Моисеева для бывших язычников не обязательно и не нужно. «Не возлагать на вас никакого бремени, более всего необходимого». «Итак, что же это необходимое?» «Не воздерживаться от идола жертвенного, крови, удавленной и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите». Вот пять пунктов. «Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». Да, действительно, положено было заканчивать письмо таким приветствием. Как мы помним из известного нам произведения в конце письма «Поставить в вале, будь здоров». Конечно, требует особого объяснения вот именно те пункты, которые должны были соблюдать христиане из язычников. Почему апостолы просят их воздержаться от идола жертвенного? То есть, от употребления тех продуктов, которые были принесены в жертву идолам. Зачем христианам такое очевидное напоминание? Ведь и так понятно, что раз я стал христианином, я больше уже не участвую в этих языческих обрядах. Проблема здесь в том, что языческая религия была очень плотно, скажем так, вплетена в ткань жизни общества того времени. И более того, что многие языческие праздники носили государственный характер. Каждый из этих христиан так или иначе в своей семье был связан с этим, поскольку в семье кто-то мог принять христианство, кто-то еще оставаться язычником. И поскольку именно эти праздники, эти языческие обряды, они, в общем-то, бытовали в народной среде на уровне просто обычаев, и не факт, что все серьезно относились к этому как к некому религиозному действу, то, конечно же, рано или поздно такой христиан мог стать засуждать. Ну, это просто народное обычае, здесь нет ничего такого. Ну, подумаешь, ну, извините за, может, современный реализм, сжечь масленицу, да, или попрыгать через костер, или совершить что-то такое. Это всего лишь навсего фольклорные обычаи. Нет, апостолы напоминают, что любое действие человека, особенно в области веры, оно является выражением его внутреннего мировоззрения. Не бывает просто действий самих по себе. И поэтому нужно расстаться с этим языческим прошлым даже на уровне формального участия в тех или иных празднествах, или можем себе представить, как в семье, где есть язычники и уже христиане, как семья приходит с этого праздника, с этих народных гуляний, которые устраивали император, или знать, и приносит эту должертвовую еду, ставит ее на стол. И вот в каком положении находится христиан, вкусить или не вкусить? А ведь вкушение будет означать, в общем-то, признание, ну, некого участия в этих языческих обрядах, да, и, в общем-то, признание и самих, как бы, языческих суеверий. И вот апостолы напоминают, что христианин не должен участвовать ни в чем подобном. Да, потом апостол Павел в своих посланиях к коринфянам и к римлянам будет более подробно объяснять этот вопрос. Да, и объяснять, что идол в мире ничто, и что само по себе вкушение идола жертвенного не имеет никаких последствий для человека. Но, есть одно но, если это вкушение воспринимается другими людьми, как акт именно религиозный, как акт твоего участия в языческом обряде, в таком случае ради вот этих людей, чтобы они не подумали, что есть нечто общее между христианством и язычеством, в таком случае христианин должен проявить твердость. И вот как теперь не должен христианин исполнять постановление Ветхого Завета, обрядовые постановления, точно так же он и свободен от вкушения идола жертвенного. Также нужно воздерживаться от крови. По толкованию свидетеля Назатауста под кровью подразумеваются различные виды насилия. Насилия и убийства, которые, в общем-то, были нередки для языческого мира. Насилие неприемлемо и неприменимо в христианской жизни. Воздерживаться от удавленины. Удавленина – это животная пища, из которой не выпущена кровь, или, иными словами, пища с кровью. Вот это удивительно, что именно вот этот пищевой запрет Ветхого Завета, он, тем не менее, остается обязательным и для христиан. Возможно, причина этого в том, что вкушать кровь животных запретил Господь именно Ною после потопа, когда разрешил употреблять в пищу мясо животных, а кровь не разрешил. Поэтому это постановление, оно появилось еще раньше, чем закон Моисеев, и, в общем-то, является одним из элементов Завета Бога с человеком, вот который был заключен после потопа. Каковы могут быть причины вот подобного рода отказа от вкушения крови? Причем причины, насколько можем судить, наверняка есть, поскольку запрет на вкушение крови, он подтверждается и преданием церкви. Так, 63-е апостольское правило запрещает вкушение крови. Правило, 67-е правило Трульского собора запрещает не только вкушение крови, но и различного рода продуктов каким-либо искусством повара, приготовленных вместе с кровью или из крови. Здесь есть, на мой взгляд, свои резоны. Во-первых, Господь разрешает вкушать плоть животных, потому что человеку необходимо что-то есть. И мы понимаем, что Ной не мог долго ждать целый год, пока земля произрастит необходимые для еды плоды. Здесь мы видим, с одной стороны, такую практическую сторону. Но с другой стороны, мы видим, что Господь, давая как бы человеку в пищу мясо животных, как бы и говорит, ты ешь животных, но ты не имеешь даже над убитым животным всей власти. Твоя власть ограничена, поэтому ты по необходимости ешь его плоть, а кровь, подобно хищнику, льву, волку или другим хищникам, ты не имеешь права есть. То есть, даже вкушение пищи человеком, пусть даже пища животной, в чем мы, в том числе, сами очень похожими на животных, имеет особую человеческую черту. Человек не может есть так же, как ест животное. В этом отражается богоподобие человека, который совершает это по необходимости. И оказывается, тем самым, даже невозможно и нельзя проявлять жестокость в отношении животных. И если над убитым животным человек не имеет всей власти, он не может делать с ним все, что хочет, а, это уже та же мысль, естественно, Затауста, а как же тогда нужно относиться к человеку, в отношении которого и заповедь не убей? Поэтому здесь этот запрет, он, в общем-то, понятен, и в данном случае этот пищевой запрет имеет очень важное нравственно-этическое измерение. Воздержаться от блуда действительно апостолы напоминают бывшим язычникам о целомудрии, о том, что, наверное, намекают на то, что весть о спасении благодатью, о том, что не делами законно мы спасаемся, а благодатью, это не повод к распутству и считать прощенными все свои грехи лишь на основании того, что Господь милостив, но что, несмотря на это, человеку необходимо нравственное совершенство и душевная, духовная и телесная чистота. И не делать другим того, чего себе не хотите. В Евангелии эта формулировка представлена в том числе в более активном виде. Делайте другим то, что хотите, чтобы вам делали люди. Ну, здесь разница несущественная, основная мысль понятная. Соблюдай сие, хорошо сделайте. Итак, все-таки итог. Христиане освобождены от обрядовых постановлений Ветхозаветного закона. Они уже не имеют никакой силы. Прошлое ушло, наступило новое. Поэтому спасаемся благодатью Христовой и тем, что приводит нас к этой благодати через Таинство Крещения и прочее Таинство Церкви. 15 глава, стихи 32-34. Вместе с Павлом и Варнавой в Антиохию, вот с этим письмом от апостольского собора, отправляются апостолы Иуда и Силуан, или сокращенно Сила. И вот они рассказывают там об определении апостолов. Иуда и Силу, будучи также пророками, обильными словом преподали наставление братьям и утвердили их. Иуда возвращается в Иерусалим, а Силуан остается в Антиохии. И вот в 15 главе с 35 по 41 стих описано то, как апостол Павел отправляется в свое второе миссионерское путешествие. Но здесь между апостолами Варнавой и Павлом происходит вот такой человеческий эпизод. А именно Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. То есть Павел отказался во второе путешествие брать с собой Иоанна Марка, который, как мы помним, в городе Перге отделился от них, не вывежив тяжести пути. Отсюда, как пишет дейописатель, произошло огорчение. Так что они разлучились друг с другом, Варнава, взяв Марка, отплыл на Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Киликия – это область на юго-востоке Малайзийского полуострова, где находился город Тарс, а именно родина апостола Павла. И показательно, что Лука почему-то решил не скрывать от нас вот это человеческое расстройство, человеческое огорчение, которое возникло между апостолами. Мы видим, что помимо того, что они были святыми, они были еще и людьми. Между ними тоже были какие-то недопонимания, разные мнения, они огорчались поведением друг друга, даже спорили друг с другом. И вот подобного рода повествования они сообщают нам об апостолах очень такие важные человеческие черты их жизни. И, в общем-то, наверное, сознательно Диписатий Лука пытается приблизить тот образ апостолов, скажем так, который он представляет, приблизить тем самым апостолов к нам, показать, что они и терпели искушения, и преодолевали их, и как в том числе люди допускали те или иные человеческие слабости. И смысл вот именно этого второго путешествия будет в том, чтобы донести теперь до всех христианских общин постановление апостольского собора, поскольку вопросы, которые возникли в Антиохии, могли также возникнуть и в других городах. Продолжение следует...